здравствуйте я звоню насчет легализации тюнинга хотел узнать возможно ли оформить расширение на вас 2104 и так друзья всем привет наконец-то долгожданный обзор четверки к сожалению до серии выходит сейчас крайне редко и делать их тоже сейчас некому но сегодня вышел максим но специально для вас смонтирует видео обзор нашей вас 2104 на базе lexus так сейчас я небольшой обзорчик сделаю сам да и в принципе наверно процентов 70 видео ну давай я не знаю идем как обычно спереда короче поставили уже губу правда пока опять на временные саморезы потому что будем снимать ненадолго то есть нижняя часть сплиттера вот такие решетки хотим поставить на камер передает нет расширение не скрывает также небольшие недочеты косячки машина сейчас поднята находится почти самом высоком положении кузов зазор просвет очень большой колеса когда машину занижаем они очень плотничков везде проходит но проходит в аккурат то есть нигде ничего не задевает так вот нам покрасили машину довольно аккуратно есть конечно свои моментики по покраске это опять же вопрос договоренностей я не умею этого сделать внешне она конечно не знаю как камера не передает но в живую она выглядит вообще бомбически установили стекла новые дворники почему стоят там допустим обычные классические дворники обычные классические фары решетка это ребят все для того чтобы сохранить стиль автомобиля именно классический да там много всего нового много изменено но все равно тот стиль классический хотелось бы по максимуму сохранить даже и вот такие вот стрёмные некрасивые зеркала и 1 относительно в них практически ничего не видно если переходя к задней части автомобиля тоже нас красивое расширение очень лаконично вписались конфигурацию этого автомобиля мы еще не закрыли решетками заднюю часть вообще задние принципе расширение опять же в поднятом положении выглядит таким образом все и тут у нас багажник по багажнику были какие работы то есть соответственно обшили все карпетом самоклеющим сделали из фанеры всякие полки фальш пол под которым у нас скрывается что аккумулятор абсорбер и какой-то блок управления чем-то знаю чем не помню чем также напомню нас электропривод и там находится бензобак этому мы вставим кадр как это все работает он среда салон открывается бензобак трубу решили оставить она из нержавейки она усиливает немножко каркас потому что выпиливался металл багажника и чуть кузова лекса и он остался как эта труба осталась как усиляющая соединяя там задние усилители и верхней верхнюю часть металла из момент моментиков по покраске я не знаю хотел бы отметить вот такие вот вещи стоило ли красить по ржавчине я не знаю ребят хотел бы услышать ваше мнение норм или не норм красить по ржавчине можно же был ее как-то зашкурить но не знаю наверное ребята решили что так норм то же самое здесь эту часть мы будем переделывать короче тоже покрашена по ржавчине таких мест сожалению немало короче вид сзади очень прикольный это точно могу сказать особенно смотрят таким ракурсом камеры передаст или нет не знаю фонари остаются такими же родными четверочными они стоят новые место у нас есть желание их немножко притемнить чтобы они были потемнее и не выделялись из общей массы таких темных деталей сотни раз пишут одни и те же комментарии какой же мотор у нас стоит мотор еще раз скажу стоит в 84 и 6 литра от лексуса называется он один ур фс е в 8 соответственно вот так заявлено около 400 лошадиных сил при прошитом моторе то есть так по факту в районе 370 где-то так подкапотка еще у нас грязная мы ничего ничего не отмыли соответственно только крышка перекрашена поэтому она выглядит свежо так скажем вот но здесь как бы все стоит по своим штатным местам кроме электропроводки которые не помещалась потому что здесь пространство уже чем у лексуса вот пришлось сделать усилители лотки для того чтобы уложить косы но мы их тоже что-то чекрыжили лишнее сделали более аккуратно также нас едет дырение огромное в капоте для того чтобы все помещалось шумоизоляцию частично уже начали делать подкапотного пространства и она тоже закрывается панелями которые сейчас пока не установили так как идут еще работы с панелью принципе когда мы помоем здесь будет все очень даже аккуратно выглядеть что касается тренировки она временная то есть мы хотим все-таки сделать ее не такую темную сейчас она практически как будто бы покрашена изнутри краской черный ничего не видно что находится в салоне хотим сделать немножко иначе чтоб салон все-таки было видно а спереди сделать а термальную там может быть немножко синеватую пленочку это будет чуть позже когда уже доделаем салон хотя по салону уже много чего сделан у нас установлены бесшумные замки конечно поставить их еще тот геморрой на самом деле дверные карты сделаны под заказ но в целом они как бы ничем не отличаются от классических единство к обшит кожей сиденья установлены от лексуса и весь салон он тоже в том числе от лексуса короче я снимал снимал все в помещении понял что все херня потому что очень темно в цеху ее надо выгонять на улице снимать нормально сейчас я выгоню и сниму по нормальному уже на улице короче давайте сейчас посветлее стало пробегусь по панели только наброски конечно же под дерево все все элементы под деревом будем аква принтом переделывать уже в другой цвет черный и у нас еще панель не доделан то есть этот току образ что центральная приборная панель перенеслась на центр самой торпеда копки тоже будут здесь сейчас мы сделаем образ соберем который не готов еще данный момент и дальше отдадим на перетяжку то есть уже выводить будут всякие углы неровности и отдадим на перетяжку будет уже наверное нормальная панель вот тоже руль надо перетянуть ну короче мелочевки конечно же всегда много присутствует потолок как вы заметили у нас почти алькантара жесткий его пришлось стыковать сзади об этом попозже так все я сейчас буду выезжать есть конечно определенный такой элемент дискомфорта потому что машин немножко уже совсем чуть по отношению к лицу вот 460 вот поэтому все эти элементы которые стоят на родных местах ну с моим ростом там метр восемьдесят семь ну я так себя чувствую здесь плотненько то есть как бы нет такого что в салоне разгуляешься но ты держишь как бы такого тюнинга поэтому везде везде сделал так что было идеально не получится однозначно вот и сейчас кстати да есть электростеклоподъемники везде они даже работают видали все работает блок стоит помад приор или или от калины также открывается бачок нас привода старт-стоп будет пневма всякие мелочи так ну все короче тихонечку сейчас сдаем назад ребята из компании механика смог подарили нам крутейший кальян прислали все в коробочке компактненько сам кальян вы не поверите выглядит вот так целый комплект чтобы ребята кайфанули первый ярус вторая часть кальяна и тут уже лются крутейший гравировочкой смотрите все очень так плотненько детали сделаны максимально качественно все вкручивается выкручивается вставляется и так далее и так он выглядит сборе сделано аккуратно с душой заказывайте не пожалеете короче баржа реально огромная это я вам точно скажу погода нас не самая лучшая сейчас прям только-только начинает все таять почти растаял вот ощущение необычные она реально кажется какой-то супер гигантская эта машина и прикольно когда она была еще на стадии постройки не было таких ощущений что ну что как то вот она большая то есть сейчас вот с расширением когда их уже четко видно реально кажется что машина гигантская и она похожа на какой-то космический корабль это такая салона сидишь видишь вот эти от расширения блин но прикольные ощущения очень прикольный этот крышка она не сильно здесь мешает обзору я пускал вообще не мешать прикольно получается но чуть-чуть дискомфорт есть наверно я бы ручку убрал нерча сейчас данный момент мешает столько ручка которая помогает открывать закрывать дверь ну ладно это еще надо тестировать пробовать давайте поедем на ровную площадку встанем мы будем делать небольшой обзор на этот автомобиль друзья погнали блин рулящи кайфовый такой легенький на ней хочется понаваливать к сожалению нельзя я не знаю мы конечно может быть этот момент согласуем заказчиком хотя бы пожечь немножко его резину но это не точно резина сегодня стоит не дешево смотришь назад вообще офигеваешь что такое пространство в салоне бешеное ну вот мы выгнали тачку на улицу конечно сейчас она не в самом лучшем виде для видео обзора на нее потому что она во первых не мыта во вторых нас погода не очень ну то есть как бы грязь слякоть все все такое и мы ее не мыли еще ни разу но так вот все равно она выглядит херена ребят ну пусть ну а ну ну это кстати вот да хотел ваше мнение узнать вот насчет насчет спойлера вот такой у нас спойлером уже даже покрашены в цвет сзади были солнце дебильное сегодня слишком ярко кандрюх попробуй как-нибудь еще отойти короче вот ваше мнение подходит ли нам такой спойлер или нет но мне кажется по очертаниям он очень даже лаконично смотрится конечно сейчас грязная мы ни разу не мыли но даже сейчас она привлекает большое количество внимания мне было крайне сложно настроиться на обзор потому что люди все прибывает и прибывает выглядит она бомбически конечно колеса вот не дают вот они сейчас понять вид этого автомобиля что не очень грязные так как я ехал вот поэтому еще один момент хотел сказать что зазоры на автомобиле они не выставлен то есть это мы будем просить определенного человека который занимается этими вопросами в целом есть конечно моменты по покраске я бы хотел ваше мнение получить можно ли было вывести нормальный зазор или нет наверное можно было но вот здесь проблема то есть скорее всего это придется переделывать но и таких проблем конечно немало сзади она вообще офигенно выглядит это просто ракета выхлоп и крыш и эту хуйню я ебал все просто кайф так открою стекла вот давайте наверно с водительской стороны как бы аккуратные карты ничего лишнего сидение от лексуса панель центральная тоже от лексуса короче вот салон опять же все от лексуса места здесь очень много сидение гигантское есть центральная часть такая вот приятная комфортная с подстаканниками все как положено весь люкс весь лакшери есть в этом автомобиле залазить удобно как и в обычный другой любой автомобиль все здесь место водительская далеко назад сдвинутая и тут есть место зафига тесно печка передняя часть просто заднюю полку пластику мы тоже сделали с обшивкой подогнали салон подогнали все ковры кстати ковер тоже от лексуса и мы его прям подогнали под родные уплотнители что тоже очень важно так страны еще покажу салон выглядит премиально это точно могу сказать есть даже подогрев задних сидений вентиляция сидений это все присутствует мне кстати понравилось очень что здесь с подсветкой сотра ремня ремня у нас нет видны ковры в общем и целом все аккуратненько конечно требуется еще перешивка салона в некоторых местах там уголки это было уже изначально сделано испорчено дверь закрывается чётенько ну и пассажирскую давайте посмотрим заглушки на двери много регулировок у пассажира кстати вообще гиб потому что по факту это же было водительское сидение и машина была праворукая lexus и мы получается для того чтобы руль перенести туда мы купили от леворульного lexus рейку и она идеально встала только пришлось перепрошивать мозги автомобиля но это не так было сложно как нам казалось изначально поэтому этот вопрос решен и теперь здесь полноценная рейка с нормальным усилием с нормальными регулировками вот никаких вот таких особых проблем нету панель да это конечно та часть которая еще остается уделить времени и времени панели уделить надо немало потому что элемент очень ответственный должно быть все сделано четко много чего надо не забыть сделать кстати органы управления здесь все работают из удворники я включаю все функционирует даже не работает лучше чем работать до этого тесно тут у нас фары дальний свет поворотники все короче работает от штабного управления и даже сохранился круиз-контроль на что мы не особо рассчитывали но он сохранился хотел расширение показать получается сейчас машина почти на самом низком положении самая низкая это когда обод практически касается кончика крыла крыло опять у нас металлическое если какие-то будут повреждения это уже конечно будет более его надо будет править методом рихтовки но с другой стороны тоже хорошо не пластик еще хочу сказать один момент что зазоры на четверке они изначально были не очень-то хорошие то есть как это все заводские зазоры все что идет на багажнике они сильно разнятся и это все завод поэтому как бы да она в целом немножко кривовато и такой момент есть и это надо просто понимать потому что такое классик это четверка это не очень технологичный автомобиль мягко говоря поэтому такие моментики есть то что мы делали это конечно тоже требует большего внимания можно было все сделать гораздо качественней на даже вблизи принципе выглядит неплохо нет каких-то таких сильных элементов которые бросаются в глаза и многие из тех кто смотрит выпуске они видели в каком состоянии было четверка ком состоянии были пороги все вот эти места то есть как бы мы все переделывали по возможности переваривали потому что где-то были дырки нагрузы штачку не купишь в таком идеальном состоянии то есть тут была дыра мы заварили из металла сделали целиком новую как бы много-много-много косяков было этот элемент вообще полностью кастом и как и 90 процентов автомобиля такие дела короче ребята есть небольшое предложение к вам к нам ко всем давайте покрасим все-таки волгу с деньгами реально туго их тупо нету на проекты потому что проекты не приносит никакой прибыли сожалению то тогда вот и если мы все вместе соберемся мы можем покрасить волгу в идеи по цвету у меня такие то сделать ее зеленый хаки но в глянцевом цвете потому что черные диски весь хром мы сделаем черным я думаю это было бы прикольно вот поэтому давай все таки может быть соберемся скинемся и покрасим ее на это надо приличную сумму денег по опыту четверки это где-то рублей 350 выйдет потому что здесь помимо того что надо ее доварить доделать переднюю арку еще и надо все обваривать по салону и тут красить надо чуть чуть больше тут надо и салон красить полностью и рихтовать ее короче много очень дел